Привет, друзья! В этом видео поговорим о надувных спасательных жилетах. Сегодня мы проведем испытание этого жилета, посмотрим, как он работает в воде, расскажу, как его проверить перед использованием, чтобы быть уверенным в его работоспособности, как его перезарядить в случае срабатывания, чтобы он был снова подготовлен к работе. Расскажу ряд технических нюансов и деталей, чем отличаются спасательные жилеты, как отличить различные типы у них механизмов, как использовать различные дополнительные функции, что находится внутри и чем можно доукомплектовать свой спасательный жилет. Но начнем мы с вами самого простого, с инструктажа, что мы рассказываем вновь прибывшим членам наших команд, гостям на яхте, когда мы выдаем им эти спасательные жилеты. Итак, нужно его правильно одеть. Есть несколько способов. Я лично показываю вот такой. Продеваем руки в лямки и закидываем в заголовок. Обычно это самое простое. Также для девушек особенно, которые боятся таким образом испортить себе прическу, можно одевать вот так вот, как кофточку. Раз с одной стороны в лямку и руку с другой стороны в лямку. Таким образом вы не повредите прическу. Далее, естественно, его нужно застегнуть. Здесь есть разные варианты. Например, у этого жилета застегивающаяся бакля, которая вставляется одна в другую. Вот таким образом. Видите, мне туговато. Если я одел, мне жмет. Справа всегда есть регулировочка. Можно себе отрегулировать по длине. И есть жилеты, у которых вот такая вот застежка Fastex. Она, в принципе, тоже надежна, но у более профессиональных жилетов, как правило, застежки металлические. Дальше, когда мы его одели, подогнали по фигуре, мы рассказываем нашим гостям о том, как, собственно, ими пользоваться. Что внутри этого жилета находится баллон с сжатым воздухом. И если кто-то случайно падает у нас за борт, то жилет автоматически сам собой надувается. Но нужно знать, что помимо этого у каждого жилета справа находится вот такая вот дергалка, которую вы можете дернуть вниз, и он откроется. Это резервный способ активации на тот случай, если не сработала автоматика. И здесь, конечно же, нужно оговориться, что бывают жилеты и не автоматические, но при этом надувные. Как, например, вот этот жилет. Мы можем сразу определить, что он у нас не полный автомат по цвету вот этой дергалки. Обратите внимание, здесь она красная. Здесь еще один тип жилета. Здесь она тоже у нас красная. А здесь у нас желтая. Не все знают, но это на самом деле общепринятый цветовой код. Красные вот эти вот штучки, за которые мы дергаем, говорят о том, что это жилет автомат, который должен срабатывать самостоятельно. О том, как он это делает, мы еще поговорим. Здесь желтая, потому что вот этот жилет, он изначально предназначается для спасателей. Его задача не надуваться, когда вы просто прыгнули в воду. Вы его можете активировать только самостоятельно. Для чего это нужно? Например, вы, как человек, отвечающий за безопасность, следите за каким-то событием. У вас кто-то нужно оказать помощь в воде. Вы туда прыгаете в жилете автоматическом. Он у вас сразу надувается и в надутом состоянии, естественно, маловероятно, что вам будет удобно до кого-то доплыть и оказать помощь. В этом жилете я могу спокойно прыгнуть в воду, доплыть до человека, которому мне нужно оказать помощь, и уже, когда я с ним контактирую, только в этот момент жилет активировать. Но такой жилет является в целом в большинстве ситуаций неправильным для ношения на яхте, потому как, если вы падаете за борт в травмированном состоянии, без сознания, например, после удара гика или что-то в этом роде, соответственно, он у вас не сработает. То есть его можно активировать только самостоятельно. Поэтому такие жилеты мы на яхтах, как правило, не применяем. Есть еще третий тип жилета, гибридный. К сожалению, не могу сейчас его вам показать, потому что в наличии у нас здесь таких нет. У него желтая эта штука, но он на самом деле тоже автоматически. Это жилеты с гидрорелизом Хамар. Ставлю картиночку, как это выглядит. В чем разница? Данный тип гидрорелиза срабатывает самостоятельно, но не сразу. То есть в нем должно создаться давление, а жилет должен начать уходить под воду. Там есть специальная такая спиралька внутри, в которую набирается вода под давлением, и после этого он срабатывает. Что это позволяет делать? Он позволяет человеку, любому члену экипажа, спуститься в воду, произвести какие-то действия без надувания жилета. И только если он действительно начнет тонуть, погружаться под воду, только в этом случае жилет будет срабатывать. Это довольно удобная штука, но она значительно дороже. Это первое. Второе, сложнее в перезарядке. Точнее не то, что сложнее, а дороже, потому что вам нужно покупать все это устройство целиком. Там баллон не вынимается, собственно говоря, из самого устройства, меняется целиком. И с такими жилетами сложнее куда-то их транспортировать, потому что не всегда вы можете в самолет взять вот такие жилеты с баллонами. Многие возят их без баллонов, баллоны где-то покупают на месте. С Хамаром такое будет сделать сложно. Дальше. В чем очень большое преимущество таких жилетов перед классическими, которые вы все видели. Вот здесь у меня детский жилет, но вы все понимаете, как выглядят обычные стандартные вот такие жилеты. Они на самом деле тоже есть разных типов. То есть это жилет, такой вот как для маломерных судов, он является спасательным. Есть жилеты, вот такие вот, как носят всякие вейк, бордисты, гидроциклисты, байдарочники. Такой упрощенный жилетик, нагрудник. Это не является спасательным жилетом. То есть вот это является спасательным жилетом, это не является, вот это все тоже является. В чем разница? Настоящий спасательный жилет обеспечивает переворот человека за счет вот этого капюшончика дыхательными путями наверх, даже если вы в воде находитесь в бессознательном состоянии. Вот такой жилет без подголовника, соответственно, такого обеспечить не может. В русском языке это называется страховочный жилет, это спасательный. В английском языке принятые обозначения, life jacket, как вот здесь написано, это спасательный жилет. Есть PFD, personal flotation device. Это вот такие жилеты и им подобные. Есть даже надувные PFD, они просто маленькие, бывают даже в виде сумки какой-то поясной. Спасательным он не является, является поддерживающим. То есть он не может полностью гарантировать вашу безопасность, но для ряда спортивных событий на воде, естественно, они применяются. Зачастую применяются их сменами, особенно кто ходит на небольших спортивных яхтах, типа каких-нибудь швертботов. Потому что, естественно, вот в таком что-то делать на яхте, ну просто это очень сложно, очень неудобно. Вы в нем как такой медведь, вам нужно еще работать со шкотами, с лебедками, куда-то ходить. Плюс, если жарко, то в этом, конечно, совершенно кошмарно. Поэтому они постепенно, у их сменов, по крайней мере, выходят из обихода и заменяются жилетами вот такими. Конечно, может быть, что у вас кто-то из команды не захочет и такой жилет надевать. Скажет, что вот мне в нем жарко, да я хорошо плаваю и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я всегда рассказываю такую историю. Во-первых, мне доводилось спасать людей, в том числе там человека, который является кандидатом в мастера спорта по плаванию. Потому что как бы вы хорошо не плавали, если человек неожиданно оказывается в непривычных для него обстоятельствах, вот в моем случае человек просто плавал вокруг яхты, просто плавал, но рядом прошел какой-то катер, создал волну, человек неожиданно ее охлебнул, и моментально начинается паника. Пока это не увидишь своими глазами, в это сложно поверить. Казалось бы, что такое? Вы плюнули эту воду и плывете дальше. Но нет. Вот что-то переключается в мозгу, и человек начинает тонуть. И тем более, если человек случайно падает за борт, он поскользнулся, он может удариться, он упал в одежде, ему неудобно, он какие-то вещи потерял, и так далее, и так далее, и так далее. Все это способствует стрессу, способствует панике, и поэтому даже человек, хорошо умеющий плавать, может на воде, в принципе, нисколько-то говоря и не продержаться. Это первое. Второй момент. За счет того, что эти жилеты у нас компактные, они не стесняют движений. Они маленькие. Они, в общем-то, хорошо выглядят на фотографиях. Даже вы видите, в них как там заправские их смены, не просто гость, который пришел на яхту. Вот. В них ходить гораздо удобнее. Но если пришедшие люди у вас и их не хотят одевать, то всегда рассказывайте им, что когда мы выходим, вот там на выходе где-то есть инспекция, пост, и мимо них уж точно надо проехать в спасательных жилетах. Потому что ну просто подъедут, оштрафуют, это ваше время и так далее, и так далее. И все одевают. И очень важно, я как капитан, я тоже этот жилет одеваю даже в спокойную погоду. И когда ваши гости видят, что капитан одевает спасательный жилет, тогда они тоже это делают. Если вы как капитан говорите, я профессионал, мне сейчас не надо, погода спокойная, я не буду одевать, одену на гостей. Они понимают, раз вы не одели, значит, это не так уж и обязательно. И тоже не хотят одевать, потом снимают и так далее. А безопаснее находиться все-таки в них. Поэтому вот такой вот приемчик. Рассказывайте, что там есть инспекция, мимо нее уж точно надо проехать в жилете. Ну а там дальше посмотрим по состоянию моря, как волна, как ток, когда сё. И в большинстве случаев люди к этим жилетам привыкают. У меня многие гости даже уходили в них, потом возвращались. Настолько эти жилеты удобные, что их практически не замечаешь. И все остаются в них. Это сразу большой-большой плюс к вашей безопасности. Дальше давайте посмотрим, что у них находится внутри, за счет чего вообще они работают. Некоторые жилеты раскрываются вот таким образом. Они на липучках. Вот мы его можем полностью разложить. Другие жилеты имеют в своем составе молнию. И у этой молнии всегда есть какое-то место, вот оно, откуда начинается разрыв этой молнии в случае срабатывания. То есть вот отсюда она пойдет раскрываться. И он, соответственно, у нас тоже полностью раскроется. Здесь еще один тип жилета. Здесь у нас тоже липуч. Внутри жилеты могут немножко отличаться цветом. Вот этот у нас такой ярко-красный, можно сказать оранжевый. Здесь у нас свет внутри вот такой вот ярко-зеленый. И здесь у нас ярко-желтый. Но в любом случае это яркие цвета и, естественно, внутри наличие всегда у нас светоотражающих полос. Для того, чтобы ночью тоже было легко этот жилет обнаружить. Когда мы его раскрываем, мы видим внутри комплектацию жилета. Всегда в любом спасательном жилете у нас есть свисток. Требуется он, естественно, для привлечения внимания. Как писал в своей книге один из известных из сменных путешественников, если вы в открытом море выпали за борт и никто этого не заметил, не надо фантазировать. Для вас, увы, все закончилось. Поэтому для того, чтобы человек, выпавший за борт, мог подать сигнал о своем присутствии на борту, вдруг этого не заметили, всегда есть свисток для привлечения внимания. И в жилетах надувных всегда есть клапан поддува. Он же и клапан сдува. Через него мы потом жилет сдуваем. То есть если вдруг у вас вообще ничего не сработало и жилет вообще не надулся, вы можете его надуть через этот клапан. Да, это, конечно, не очень удобно. В принципе, он должен надуваться. Вот. Ни в коем случае нельзя надувать его до срабатывания баллона. Потому что в этом случае превысится максимальное давление, он может просто порваться. То есть если вы уже в надутом жилете активируете баллон, это будет плохо. Вот. И с этим клапаном мы пользуемся только если долго находимся в жилете и он стал нас спускать. Вот. Дальше, если нам нужно жилет сдуть, то, соответственно, вот этой же крышечкой мы сюда надавливаем, и жилет спускает воздух. Дальше идет дополнительное оборудование. Оно есть разное, но наиболее популярное дополнение – это лампа аварийная, которая в идеале активируется самостоятельно. Здесь есть два контактика, которые замыкаются в воде, она начинает у нас моргать, и это значительно повышает видимость этого жилета в темное время суток. Чаще всего жилеты изначально продаются без таких ламп, поэтому такие лампы можно докупить и установить самостоятельно. Вот лично у меня эта лампа куплена просто с Алиэкспресса, цена ее там в районе тысячи рублей, при этом уже несколько лет вот и на спасательных кругах у меня такие стоят и прекрасно работают. При том, что спасательные круги мы в тренировках используем, мы их кидаем в воду и делаем маневр возврата за выпавшим человеком, то есть они при постоянном использовании до сих пор хорошо служат. В отличие от, кстати говоря, сертифицированных буев, но это отдельная тема, которая, несмотря на кучу сертификатов в различных российских службах, там Росморпор, там чего-то там, буквально за один раз выходит из строя. Так что это, в принципе, лампочка – хорошее дополнение. Есть, конечно, они фирменные. Если есть возможность, покупайте фирменные. Нет возможности, ну, хотя бы какие-то. Я очень рекомендую, если ходите в темное время суток. Это очень важный элемент. Здесь еще есть дополнительная лампочка, которую можно активировать самостоятельно поворотом. Также на некоторых жилетах бывают дополнительные, как называется, данбуй, такой надувной буйочек, который надувается и, соответственно, у вас лучше видно жилет на волне, потому что в чем еще большая опасность выпадения человека за борт, что у вас торчит только голова и даже при небольшой волне ее просто не видно. Поэтому у некоторых жилетов, либо как доп. опция, либо как встроенные к жилету, есть такая штука, которая надувается и торчит из воды. Иногда там даже с каким-то флажком. Вот, если найду, ставлю рядом картиночку. Здесь такой, к сожалению, у нас нет. Некоторые жилеты также оснащаются маячками АИСа. То есть, выпавшего человека будет видно на системе АИС. Ну, и есть специальные системы MOB, Man Overboard, соответственно, это системы человек за бортом, которые срабатывают и показывают, ну, включается тревога на судне и показывает направление на выпавшего человека. Ну, это скорее экзотика и встречается больше в профессиональных гоночных командах высокого уровня. У нас, конечно, в круизном яхтинге такое встретить практически невозможно. Что еще может быть или не быть у спас-жилета? Вот вы видите, здесь есть специальная стропа, на которой написано лифт. Эта стропа предназначается для вытаскивания человека в спас-жилете. То есть, за нее можно зацепить, например, фал и поднимать человека из воды. Но не на любом жилете такое можно проделывать. Например, на этих жилетах я эту штуку убрал, потому что в наших условиях это не нужно. Но была маленькая стропа вот здесь. На ней не написано лифт, она не имеет силового крепления, не соединена с общим каркасом. Эта маленькая стропа, вот на таких жилетах тоже вот она бывает, она для того, чтобы можно было большое количество людей в спасательных жилетах сцеплять друг с другом. Это в случае аварийной ситуации на каких-то больших судах применяется. И вот такие тренировки проходят, например, когда вы проходите курс с TCV-95. В условиях маломерных судов, в условиях яхты это, в общем-то, не применяется и эта стропа больше мешается, поэтому здесь я ее убрал. Дальше у нас может быть или не быть, кольцо для подключения страховочного линия. Значит, страховочный линия представляет собой веревку с карабинами. Я вам покажу ее крупно, сниму отдельно. Мы редко ее используем, но есть на яхте точки подключения специальные, куда вы можете в одетом жилете, например, на поста управления, подцепить карабин и, соответственно, ваш жилет уже будет пристегнут к яхте. Также можно натянуть штормовые лиера. Это обычно стропа, которая протягивается по бортам. Идет она от кормовой части до носовой. То есть в одном месте стропы вы присоединили к карабин страховки и можете по всему борту ходить. Вам не нужно ее будет перецеплять, как, например, если вы цеплялись за лея. То есть вы дошли до стойки, дальше вам нужно карабин перецеплять. Это достаточно сложно делать. Тем более применяется в сложных условиях. Поэтому специальные стропы. Тоже сниму, вам их отдельно покажу. Но вот это есть не у всех жилетов. То есть есть жилеты со встроенной обвязкой и без встроенной. В английской терминологии, если вы смотрите в описаниях жилета, это называется harness. То есть имеет жилет harness или не имеет. Помимо самого кольца, здесь смысл в том, что вот все вот эти стропы, они усилены. И когда вы будете за это кольцо там сильно тянуть, у вас ничего не порвется. Вот в таком жилете здесь может что-то разойтись. То есть он для этого не предназначен. Но опять же вот пластиковая застежка, вот это она не такой большой прочности, как здесь металлическая. Вот такие вот нюансики. Это при выборе жилетов можно обращать на это внимание. Также есть, конечно, еще жилеты СОВАС, но это применяется в основном на крупных судах немаломерных. Это вот такой вот квадратного вида жилет. Тоже у меня такого нет, поэтому ставлю просто картинку. На яхтах такое не встречается. Хотя на некоторых чартерных катамаранах я такие встречал. Потому что на этих чартерных катамаранах чаще всего никто жилеты не одевает. Он не кренится. В сложных погодных условиях, как правило, они не ходят. Вот и поэтому туда иногда покупают просто жилеты, которые максимально дешевые с расчетом на то, что они как бы должны быть, но их никто не носит. На самом деле это неправильно. Я такую позицию не поддерживаю, но это встречается. Большинство чартерных компаний даже уже тоже переходят на жилеты вот такие. Здесь нужно знать, что есть тоже ряд опасностей. Никто не застрахован от того, что какой-нибудь недобросовестный человек где-то пользовался этим жилетом, он у него сработал, или по приколу его надули, или действительно была аварийная ситуация. И чтобы не платить деньги за перезарядку, какие-то штрафные санкции, его могли взять и просто упаковать обратно. Это абсолютно безответственное, абсолютно осуждаемое действие, но такое может быть. И естественно там, если вы берете яхту в аренду, техники не будут проверять там все эти спасательные жилеты. Они их максимум, что пересчитывают, 10 дали, 10 взяли. Никто их там не открывает и не смотрит. Поэтому давайте посмотрим, как мы сами можем проверить, что с жилетом у нас действительно все в порядке. Для этого нам нужно его раскрыть, по крайней мере в том месте, где у нас находится механизм с баллонов. Механизмы эти бывают, конечно, несколько разные, но в любом случае здесь есть баллон, есть место, куда подключается ручной активатор, вот он, и есть у нас место активатора автоматического. Значит, что мы можем по поводу баллонов. В некоторых жилетах он составляет единое целое с картриджем, тогда мы просто смотрим на индикатор. Он должен быть зеленым. Это говорит нам о том, что здесь ничего не срабатывало, все это в порядке, готово к эксплуатации. Но в моделях более простых зачастую, по мне, именно такие больше нравятся за счет своей простоты в перезарядке и легко найти и купить эти баллоны. Даже сейчас в России они, в принципе, продаются в спортивных магазинах. Баллоны 33 грамма, вот здесь вот написано. Бывают другие типы баллонов, бывают жилеты с двумя баллонами, но чаще всего встречаются именно такие. В данном случае мы можем баллон выкрутить, проверить, что вот здесь на торце у него не пробито, нет дырочки, то есть он не срабатывал, его не прокалывало. Срабатывает он за счет прокалывания иглой, которая находится внутри. И также мы можем его взвесить на весах и посмотреть, если из баллона вытек сжатый воздух, то его вес будет меньше. Можем это тоже таким образом проверить. Но даже визуального осмотра, как правило, достаточно, что этот баллон пригодный. Закручиваем его на место. Дальше здесь есть два зеленых индикатора. Один индикатор у нас вот здесь на ручной дергалке, второй у нас здесь на автоматическом механизме. Вот если мы выкрутим баллон, чтобы он сейчас у нас не сработал, и дернем ручной активатор, что произойдет? Вот дернули. У него вот эта вот штучка, отвалилась. Это индикатор. Если его здесь нет, с большой долей вероятности у вас была сработка. И в правильных комплектах, когда вы перезаряжаете баллон, вместе с баллоном идет вот эта штучка. Вы ее ставите на место, и это, соответственно, будет говорить вам о том, что данный баллон не срабатывал. Конечно, ее тоже недобросовестный человек может найти и поставить на место. То есть это не совсем такая гарантия. И плюс даже в баллонах не срабатывавших, другой стороной, вот она не каждой стороной ставится, вот только так, они бывают такие большие, бывают маленькие, разного типа. Бывает, что вы купили правильный баллон, но вот эта штучка не подходит. Поэтому может быть, что баллон был заменен, и баллон нормальный, но просто в его комплекте была не такого типа, не такого типа был индикатор, поэтому его не смогли поставить. А бывает, что просто вот он взял и сам отвалился, баллон у вас не срабатывал. Поэтому это, так сказать, некая дополнительная штука, но не гарантия ничего. Более важно посмотреть вот сюда. Здесь, внутри этой колбы, находятся пружины. Давайте посмотрим. Сейчас мы ее отвернем. Вот. Здесь внутри пружинка. И если она сработала, сейчас я попробую поставить на место, если она сработала, то мы видим это вот в таком виде. Иногда здесь будет красное, иногда ничего не будет, но мы не видим зеленого, потому что если пружина у нас заряжена, то сюда отжимается зеленый индикатор. Что не дает пружине пробить баллон? Не дает вот такая водорастворимая таблетка. То есть пластиковый корпус, и внутри некий материал, который очень быстро, мы сейчас посмотрим, как это происходит, растворяется в воде. То есть после того, как у вас при попадании в воду жилет сработал, вам нужно вот эту штучку, она тоже, как правило, идет в комплекте с баллоном, либо приобретается отдельно, заменить. У нее множество пазиков, поэтому не той стороной вы ее поставить не сможете, она просто вот сюда не влезет. То есть только одной стороной. Вот видите, я пытаюсь ставить ее неправильно, как бы я ее ни крутил, она не влезала. То есть я ее переворачиваю и нахожу нужную позицию. Вот она вставилась. То есть это будет удерживать заряженную пружину от срабатывания. Здесь мы можем легко понять, почему у нас, собственно говоря, этот жилет не может сработать, когда она сокатила волной, когда мы просто находимся под дождем. Потому что в нормальном положении жилета, сейчас я закручу до конца, чтобы у нас снова видно индикатор, и вот здесь на торце находится отверстие, через которое вода проникает внутрь и растворяет, соответственно, вот эту таблетку. В нормальном положении жилета, вот таком, сверху можно лить сколько угодно, вода сюда внутрь никаким образом не затечет. Но если вы прям макнули его в воду, то она очень быстро сюда попадает. Вот такое, собственно, нехитрое устройство. Срабатывание от дождя, от волны я никогда не встречал, чтобы такое происходило. То есть только, когда он полностью погружен в воду. Но иногда такой жилет может сработать, когда долго хранится в сырости. Например, это неправильно, конечно, так делать, но иногда люди берут и их упаковывают в какие-то пакеты или в гермосумки, влажные эти жилеты. Вот там скапливается влага, какой-то конденсат, который внутри тоже, внутрь проникает, и со временем потихоньку эту таблетку растворяет. И вы потом открываете эту сумку, а там сработавший жилет. У меня один раз был такой случай, где ребята для фотографии сняли спасательный жилет и положили его в лэйзи-бэк на парусе. И там, собственно, про него все и забыли. Потом прошел дождь, какая-то вода собралась в складках паруса, там лежал этот жилет, и, собственно, там он и сработал. Поэтому не оставляйте в таких местах жилеты, чтобы они хранились в сухости, и тогда каких-то ложных срабатываний у вас не будет. Вот. Ну а теперь давайте оденем спасательный жилет, испробуем его в воде, и после этого сработавший жилет я покажу вам, как привести его снова в работоспособное состояние. Сложим его обратно, зарядим новый комплект, и жилет будет снова готов к работе. Ну что ж, друзья, давайте проведем испытание. Специально в одежде, в обуви. Ну, как бы человек обычно именно в этом и выпадает. Вот. Ну и попробую как-то довольно нелепо. я тут вот что-то делал, и каким-то образом отступился, и на волне так... А вот и не сработало. А знаете, почему я, наверное, выкрутил баллон и не закрутил его? А-а-а, ты готовился так? Что? Переготовил. Сейчас проверим. Здесь баллон лежит, это видно. Вопрос, это запасной? Да, это он. Идти я выпал за борт, а у меня не сработало. Почему? Потому что баллончик, вот он у меня, когда я снимал вам про вот эти вот баллоны, я его забыл завинтить обратно. И так на самом деле может случиться и в реальной жизни. Поэтому обязательно проверяем. Ну что ж, снимаю жилет, заряжаю баллон и делаем еще раз. Очень хорошо, что вы реально увидели, что жилет может не сработать. Поэтому обязательно нужно тщательнейшим образом проверять. А теперь берем, вставляем баллон на место. Вот видите, его здесь не было. Завинчиваем. И жилет у нас надувается. А когда надо было быть? Нет, просто таблетка, да. А почему он надулся? Потому что таблетка здесь в воде растворилась. То есть на самом деле система в воде, она сработала. То есть таблетка у нас растворилась и при активации жилет у нас сработал. Вы видите, даже загорелась лампочка. Давайте теперь возьмем другой жилет и прям в нем плюхнемся в воду. Вот. Берем второй жилет. Вот обычный жилет, который просто у меня все время лежит, используется. Вот. Надеваем его и попробуем также нелепо выпасть за борт. Эх! Не поминайте рейхом! Вот и сработал. Ну, прошло сколько-то секунд мы на видео напишем, да? Но здесь дело в том, что я на самом деле не тонул, да? Я вспыл. Находился практически на поверхности. То есть вода не успела в него напитаться. Если бы я уходил под воду, естественно, датчик бы это залилось. Здесь у меня нет паховых ремней. Вообще большинство жилетов правильных оснащаются паховыми ремнями. Они здесь как бы были в комплекте, но мы их сняли, потому что довольно неудобно их часто одевать. Но тем не менее, даже без паховых ремней, как видите, я никуда из него не вывалился. Никакая голова у меня никуда тут не проваливается. Вот у меня под рукой соответственно клапан поддуло. Могу там что-то поддувать. Вот здесь у меня свисток. Могу подавать сигналы. И вот у меня лампочка, которая все стороны светит. И в ночное время суток ее тоже хорошо видно. В общем-то могу валяться. В принципе, прикольно ожидать спасения. Но по опыту могу сказать, что сейчас он сработал довольно-таки долгое было время срабатывания. У нас были случаи, когда люди случайно шли купаться в этих жилетах. Они, как правило, срабатывают быстрее. Ну, если человек прям нырнул, то он надувается обычно за пару секунд. Здесь он надувался дольше, но тем не менее, естественно, никто за это время утонуть не успеет. Так что вот такое вот испытание. Ну, важный момент, да, вы увидели, что может быть такое, что жилет по какой-то причине по неосторожности мог оказаться незаряженным, как мы показали в первом случае. Ну что ж, поднимаемся. Интересно. И теперь посмотрим, как его перезарядить. Растегиваем. Можно сразу его поспустить. Вот этой вот. Вот, если я сюда нажимаю, видите, он спускается. Это будет гораздо легче его снять. Вот, выпустили часть воздуха. и можем его спускать. если вы долго находитесь в воде, он может сам собой немножко спускать, тогда через этот же клапан я могу его надувать. Вот. опять из него вылезти уже не сложно. Ну что ж, пойдем займем комплектом. Итак, у нас есть два сработавших спасательных жилета, и у нас есть комплект запасных баллонов. Значит, что у нас есть? сами баллоны, таблетки и двух разных типов вот эти индикаторы. То есть, когда дергают шику, он отваливается. В данном случае я шику не дергал, у нас жилет срабатывал автоматически, поэтому вот эта штучка у нас на самом деле не потерялась. Берем жилет, выключаем лампу. Здесь есть кнопка для того, чтобы ее выключить. И полностью его сдуваем. вот это удобнее все делать на какой-то ровной поверхности. Баллон, чтобы не мешался, можно сразу выкрутить. Обратите внимание, теперь мы видим, что в нем проколотая дырочка. То есть, это уже ясно видно, что это баллон сработавший. Откладываем его, все, он на выброс. Можно сразу также выкрутить вот эту сработавшую и вы видите, что здесь теперь нет зеленого индикатора. То есть, у нас пружина ушла внутрь и мы видим по индикации, что он сработал. А вот этот индикатор ручного срабатывания он остался, потому что я за эту штуку не дергал. Вот я сейчас дернул, видите, индикатор улетел. Поставим его на место, с этим индикатором все в порядке. Здесь выкручиваем. вот, и желательно вот это все место просушить перед перезарядкой для того, чтобы здесь не было сырости и чтобы свежая таблетка, которую вы будете сюда ставить, она у вас не смогла отсыреть. Это идет на выброс. Вот здесь мы все просушим, после этого я поставлю сюда новую. Можно каким-нибудь феном, термопистолетом просушить, чтобы вот здесь все было сухенько у нас в этой колбе. Пока это там будет у нас сохнуть на солнышке, сдуваем жилет. Нажимаем на клапан и выдавливаем из него весь воздух. Как вам удобно. Можно по частям вот так вот складывать его, начинать. Можно чем-нибудь надавливать типа колена для того, чтобы весь воздух отсюда потихонечку вытравить. Там, где мы вытравили в дальних частях, можно вот так вот скомкивать. Удобнее делать, конечно, на столе, но для демонстрации вам на улице делаем здесь. Скомкиваем тихонечку, вот практически весь воздух вышел. Начинаем его складывать. Вот. И осталось только вот здесь немножечко воздуха. Ну и все. Видите, больше уже ничего не выходит. То есть проверяем, что жилет мы можем сложить в первоначальное состояние. Свисток поставим на место. Вон здесь веревочек, чтобы не потерялся. Все липучечки есть, естественно, жилеты на молнии, там мы застегиваем эту молнию. Вот видите, вот в таком положении, если его кто-то вот так вот собрал и где-то бросил, естественно, жилет никого уже не спасет. То есть ни в коем случае мы его так не оставляем, сразу будем его перезаряжать. Возьмем еще бумажных полотенец, протрем, чтобы никакие остатки влаги вот здесь не могли оставаться. Но лучше, конечно, это оставить, посушиться на какое-то время. Тогда вы будете точно уверены, что он у вас не сработает. Здесь тоже все внутри протерли. Ну и теперь можем закручивать. Вставляем таблеточку. Если не вставляется, значит, вы вставляете ее не той стороной, потому что у него пазики. Вставляется она только в правильной позиции. В неправильной вы ее вставить не сможете. Вот нужно немножко покрутить, вот она вставилась. И закручиваем. при закручивании у нас заряжается пружина. Пружина заряжена, мы видим зеленый индикатор, который нам говорит о том, что она во взведенном состоянии. И теперь можем закручивать сюда баллон. проверяем, что это баллон хороший, не сработавший. И закручиваем его на место до упора. Особой силы прилагать не надо, потому что там резьба, собственно говоря, пластиковая. Но в некоторых жилетах меняется целиком устройство, то есть баллон уже соединен вот с вот этой пружиной, и вы там целиком прикручиваете эту систему уже в сборе. Вот мы собрали жилет. Он у нас готов к работе. Складываем его. Осталось только ему до конца высохнуть, и он снова готов к эксплуатации. С помощью этого же клапана поддува вы можете свой спасательный жилет проверить на герметичность без использования баллона. То есть просто вынуть баллон и надуть его просто ртом проверить, что сам жилет у вас нигде не спускает. Пружинка заряжена. Баллон заворачиваем. И проверяем у нас на месте все индикаторы. Вот этот у нас зеленый, а вот здесь видите красный. Почему? Потому что здесь отвалился индикатор ручного срабатывания. Хотя мы его не дергали, но он просто в процессе эксплуатации отвалился. поэтому ставим сюда новый из запасного комплекта. Вот этот индикатор будет нам говорить о том, что ручного срабатывания не было. Потому что могло так быть, что кто-то дернул его на суше. Соответственно, здесь у нас останется зеленый индикатор, потому что пружина не срабатывала. Но баллон у нас будет сработавший, потому что его дернули вручную, когда жилет был сухим. Поэтому тоже проверяем оба этих индикатора. в некоторых жилетах есть окошечки смотровые, там не нужно разбирать жилет. Вы прямо в окошечке видите все эти индикаторы. Это довольно-таки удобно, но есть далеко не на всех жилетах. Вот, собственно, два наших подопытных жилета. Мы их полностью перезарядили. Осталось их просушить, и они снова готовы к работе. Поэтому в заключение хочу вам сказать, что очень хорошо наше видео, я думаю, продемонстрировало, что жилет с одной стороны он очень удобен, с другой стороны у него есть такой недостаток, что в отличие от вот такого классического, вот этот не может не сработать. Он просто сам по себе плавает, и хоть вы его порвете, хоть что сделаете, проколете, он все равно всегда будет работать. Жилет автоматически надувной, да, он в какой-то ситуации действительно может не сработать, но если за ними хорошо следить, они работают абсолютно безотказно. Просто нужно ответственно, внимательно относиться к их обслуживанию, но в реальности такие жилеты я считаю гораздо более безопасными, чем вот такие. Почему? Потому что вот такие чаще всего люди их просто снимают и убирают куда подальше, потому что пользоваться им неудобно. И лучше жилет, который может в какой-то ситуации дать отказ, чем никакого вообще, потому что вот это чаще всего приводит к тому, что на людях нет никакого вообще. поэтому я лично голосую за жилеты автоматические, ну и за бережное их хранение и соответственно ответственную эксплуатацию. Надеюсь, это видео было вам полезно, так что жду от вас комментарии, дополнения, может быть у вас были какие-то ситуации, связанные с теми или иными жилетами, может быть вы с чем-то не согласны, давайте подискутируем, есть разные мнения, кто-то категорически против этих жилетов, вам все это интересно, пишите пожалуйста комментарии, ваше мнение, ваш опыт, все это будет полезно. Ну и увидимся в море, всем пока! в море, В море,